Многие докладчики не доехали, вместо заявленных 13 докладов, здесь получается где-то 10. Причем часть докладов будет очных, а часть докладов в виде видеопрезентации. Значит, первое слово представляем Сергею Валентиновичу Рязанцеву. Доклад на заднем вопросе, я не говорю, за и против. Пожалуйста, Сергей Валентинович. Вопрос относительно назального лаважа в ларинкологии не такой однозначный. Назальный лаваж применяется у нас давно, можно сказать, уже более 100 лет. Все зависит от того, какие препараты, какие средства используются для назального лаважа. Дело в том, что кукушка, это кормили с большинства частных клиник и большинства наших частно практикующих ларингологов. Но дискуссия о кукушке как таковой несколько выходит за роль лаважа, потому что в кукушке используются и топические препараты, и целый ряд других препаратов. Поэтому мы коснемся вопроса о том, нужен ли лаваж в ларингологии или не нужен. Но, прежде всего, хочу кратко напомнить роль слизистой оболочки полости носа. Это действительно и кондиционер, и протектор, и секреторный механизм. То есть имеется и предохранение слизистой оболочки от высыхания, и кондиционирование, создание нужной температуры в легких, и транспорт мукоцеллянного клерна сосевших полевых эритантов, и наличие слизи лизоцима, которые обеспечивают противовирусный эффект. Ну, установлено, что функция ресничек оптимальна при температуре 28-33 градуса, соответственно, при PH таком-то, поэтому при лаваже полностью исключены растворы дистиллированной воды, потому что дистиллированная вода резко снижает у нас PH секрета, поэтому должны быть при лаваже использованы только системы, близкая к физиологическому раствору, к плазме крови. При лаваже патологических состояниях слизистая оболочка полости носа выполняет очень важную функцию защиты, причем защиты не только около носовых пазух, но и нижележащих отделов дыхательных путей. Это при загрязнении полевыми ретантами, при гиперпродукции бакловидных клеток, при значительном количестве биопленок, при вирусном или бактериальном воспалении, при аллергическом воспалении. Ну и при воспалительном процессе имеется в слизистой оболочке целый ряд линий защиты, и топических, и более глубоких линий защиты. В основе воспаления лежит ответ иммунной системы, и при этом выбрасывается большое количество медиаторов воспаления, и все это довольно сложный процесс. Второй процесс слизистой оболочки заключается в формировании биопленок, и вот формирование биопленок резко препятствует проникновению топических антибиотиков, оно само по себе, вот этот процесс сформирования биопленок резко усложняет лечение заболевания около носовых пазух и лечение заболевания полости носа. Поэтому элиминационная терапия, то есть удаление этих биопленок, это не специфическая профилактика, направленная на снижение вирусных и бактериальных агентов, потому что вот эти биопленки служат как раз той матрицей, где бактериальные агенты постоянно концентрируются. Вот если имеются такие биопленки, то даже топические стероидные препараты с трудом достигнут поверхности слизистой оболочки, не говоря уже о топических антибиотиках и других топических препаратах. Для эндрозального введения у нас используется громадное количество топических препаратов, это и вакцины, и адреномимитики, и антигистаминные препараты, и анальгетики, и так далее, и так далее. Вот при этом интересно исследовать роль лаважа элиминационной терапии, насколько она полезна, а насколько она все-таки убирает защитные топические механизмы от ларингологии, потому что такие работы тоже есть. Но все-таки процессоработа склоняется к тому, что мукодилатация и лаважа элиминационной терапии с помощью морской воды дает нам больше положительных моментов, чем отрицательных. Это и снижение воспаления инфекции, и улучшение уровня микроциркуляции, и сенситизация рецепторов в основном топических стероидных препаратов. Современная стратегия тактики при воспалительных заболеваниях – это, конечно, санировать слизистую оболочку полости носа, это элиминация патологического отделяемого, элиминация биопленок, элиминация аллергенов, ну и восстановить проходимость соустев около носовых пазух и устью слуховой трубы. Большое значение имеют размеры частиц при воспалении. И вот именно вот такой размер от 2 до 20 микрон дает нам воздействие на все отделы слизистой оболочки полости носа. Часть спреев с крупным размером частиц не дает нам такого эффекта, потому что они оседают уже в передних отделах полости носа. Ну вот классическим препаратом для атопической элиминационной терапии явился препарат Аквамарис, потому что на нем проводились все исследования на протяжении последних 20 лет. Часть я могу назвать уже примерно более 20 аналогичных препаратов, но все они не имеют такой доказательной базы, поэтому я буду ссылаться на те исследования, которые проводились именно на данном препарате. Но я не буду подробно говорить про Аквамарис, вы прекрасно этот препарат знаете. Я скажу то новое, что появилось в последние годы. Вот за последние десятилетия опубликовано очень много работ, и вот здесь краткое резюме этих работ. Но прежде всего морская вода, по сравнению с пациентами, содержит большее количество микроэлементов. Носовое орошение является эффективной терапией для пациентов с хроническим реносинуситом. Это во что даже методические рекомендации. Рекомендовано оно при энтоскопической хирургии синусов. Терапевтический эффект назального промывания с помощью гипертонического солевого раствора, здесь уже имеется гипертонический раствор, является альтернативной деконгенсантов. Но и использование гипертонического раствора также широко применяется в послеоперационном периоде. Также имеется масса работ по гипертоническим растворам, как альтернатива деконгенсантов при рените беременных, когда длительное применение деконгенсантов нельзя, при аллергическом рините, ну и целый ряд других работ, особенно связанных с аллергическим ринитом. Промывание раствора морской воды дает нам по сравнению с физиологическим раствором меньшее применение противоотечных циальных спреев и способность улучшения энтоскопической картины. Это данные Кохрановского обозрения за 2018 год. То есть работ на эту тему появилось у нас не один десяток. Особый интерес, помимо чисто элеменционной терапии, именно приобретает гипертонический раствор морской воды, так как ежедневное промывание им является очень хорошим альтернативным моментом у тех больных, которые требуют длительного применения топических вазоконстритных препаратов. В чем то дело? По законам ОСМОСа у нас происходит как бы выжимание отечных циальных раковин и восстановление носового дыхания. При этом сохраняется и противовоспалительное, и противомикробное действие. Но в то же время я не могу умолчать и о контраргументах. Вот, в частности, профессор Анасуля очень убедительно выступает, и я действительно очень его уважаю, потому что он большой специалист в этой области. Его докторская диссертация была посвящена биохимии носового секрета. Он говорит о том, что назальный лаваш влияет на состояние собственных защитных факторов слизистой оболочки, что смываются лизоцин, смываются некоторые другие защитные элементы слизистой оболочки, поэтому он резкий противник вот этого вот лаважа. Но, тем не менее, я проанализировал всю литературу последних лет. И не знаю, что единичная работа вот такие, которые согласуются с мнением профессора Анасули, есть. Все-таки большинство исследований доказывает, что назальная ирегация дает нам больше положительного эффекта на защиту, собственной защиты слизистой оболочки, чем отрицательный эффект за счет частичного смывания лизоцима и других биологически активных моментов. Поэтому были проведены большие исследования, и наконец-то было понятно, откуда ноги растут, как говорится. Так вот, эти исследования касались не кратковременного лаважа, который мы обычно применяем, не более недели, максимум 10 дней, а длительного лаважа в течение 12 месяцев. То есть эти две разные вещи, но они почему-то в нашем сознании потихонечку смешались. То есть, как говорится, есть такая русская пословица, заставь дурака Богу болеть, он лоб расшибет. Поэтому длительное промывание полости носа на протяжении 12 месяцев и так далее, конечно, дает вот тот самый негативный момент, о котором говорится в выступлениях профессора Анасули. Поэтому, да, действительно, во многих культурах, в индийской культуре, например, ежедневное промывание полости носа введено в рак закона. В советское время вот у нас были такие чайнички, которые использовались и ежедневно промывали полость носа. Иногда спрашивалось, до какого времени можно ребенку промывать полость носа солевыми растворами. Но обычно это все ли так, до тех пор, пока он не женится, потом будет не мама, а жена промывать. И действительно, вот такие адепты промывания были. Но вот такое промывание длительное на протяжении 12 месяцев и больше, конечно, вот оно несет больше негативных моментов, чем кратковременное промывание. Ну, я обещал вам самые свежие данные. Сейчас мы все, конечно, находимся под очень сильным влиянием вот этой коронавирусной инфекции. Так вот, во временных методических рекомендациях по коронавирусной инфекции, я внимательно их прочитал, как и вы, наверное, имеются, раздел «Симптоматическое лечение». Вот там сказано, что на основе морской воды изотонические, а предположительно, гипертонические растворы дают довольно неплохой эффект пассивного смывания вируса, в том числе и вируса ковида с полости носа. Вот работа самая свежая 2020 года зарубежная. Называется она «Борьба с ковид-19 с помощью солевых растворов». И там делаются выводы, что действительно промывание слизистой оболочки снижает патологический контакт с любой вирусной инфекцией, в том числе и с ковидной инфекцией. Вот другая работа 2020 года, также очень свежая, посвященная инфекции ковид. И вот по анализу больших данных говорится о положительном эффекте промывания слизистой оболочки полости носа для насильства любых вирусов, в том числе и для вируса ковида. Вот также еще свежая работа 2020 года, которая так и называется «Назальная ирригация при ковид-19. Так ли это?» И действительно, в настоящее время в условиях сообщения о новых случаях COVID-19 регулярный назальный душ является простым, безопасным и экономичным способом освобождения полости носа от респираторных патогенов. Все это, конечно, зарубежные работы, но они основаны на очень большом клиническом опыте. Поэтому, вот я вам предоставил самые свежие данные даже 2020 года, поэтому решать вам, да или нет. Мое мнение, что все-таки назальный лаваш дает больше пользы в смысле элиминации патологического содержимого бактерий, вирусов, грибков, аллергенов и дает нам довольно неплохой результат. Ну, а возражения противников назального лаваша касаются в основном длительной терапии более 10-12 месяцев. Спасибо за внимание. Видеопрезентация профессор Гарашенко, Москва. Уважаемые коллеги, мы с вами встречаемся в непростое время, и именно тема этого доклада посвящена этому знаменитому периоду изоляции, потому что в этот период изоляции мы подготовили чрезвычайно важный документ клинические рекомендации у детей по аллергическому линиту, который оказался чрезвычайно полезным для нашей всей Российской Федерации. Надо сказать, что актуальность темы аллергических линитов обусловлена и его широкой распространенности в мире. Надо сказать, что по официальной статистике аллергические заболевания встречаются в 15% населения. Надо сказать, что другие аллергические заболевания поражают до 40% нашего населения. И если мы посмотрим о распространенности аллергического линита по Российской Федерации, то она в разных регионах колеблется от 12 до 24%. Однако распространенность аллергического линита у детей гораздо выше составляет до 40%. Причем это зависит от возраста и это зависит в том числе от региона. Имеет значение возраст детей, поэтому клинические рекомендации, которые мы готовили, рекомендации РАДАР, они имеют свои особенности, они имеют еще и возрастные факторы. Надо сказать, что за это время было подготовлено большое количество международных документов, большое количество отечественных документов. Наиболее значимые это документы, которые выходили с 2014 по 2020 год, именно презентируют настоящее время клинические рекомендации РАДАР по 2020 году. Это, безусловно, клинические рекомендации, которые были одобрены нашим Национальным медицинским ассоциациям от регионовологов и были обсуждены и были в настоящее время выплачены. И, наконец, федеральные клинические рекомендации по диагностике лечения аллергического линита, которые на сегодняшний день переработаны и представлены в Министерстве здравоохранения совместно в том числе с нашей ассоциацией. Так что, видите, федеральные клинические рекомендации, о которых мы с вами говорим, они имеют большую тесную связь с международными клиническими рекомендациями. Вот тот период времени, который прошел за эти небольшие годы, и полиция видит достаточно важные документы, которые предсостоянно отвечают от всех других. Наши клинические рекомендации созвучны с рекомендацией для Ватерской академии аллергологии и клинической иммунологии. Модераторами этой программы является профессор Вякина, Паварка Вякина и Наталья Натальевна Гепи. Надо сказать, что эти клинические рекомендации написаны несколько в другом рече. Здесь имеются, как я подчеркиваю, возрастные особенности фенотипа аллергического ремита. Здесь представлен очень большой раздел, который посвящен отариноливингологии, особенности проявления аллергических заболеваний со стороны именно лороорганов, и данная клиническая характеристика и особенности лечения у этих пациентов. Более того, обращаю ваше внимание, впервые в диагностике аллергического ремита на первый план выведены от аллергологии, которые обладают возможностью их правильно поставить для обносить первую полость носа из-за подростки той или другой заболеваний. Здесь новым разделом являются показания хирургического лечения, которое чрезвычайно важно у детей. И подчеркнута роль симулятора симуляторного подхода взаимодействию наших специальностей с педиаторами, терапевтами, аллергологами и в том числе инфекционистами. Впервые в декомендации представлены альтернативные методы лечения, так называемая комплементарная медицина, которая получила этот раздел, получила одобрение как раз от наших коллег, к которым мы советовались во всех наших педагогических инстанциях. Надо сказать, что на сегодняшний день лечение аллергического ремита чрезвычайно сложное. И надо сказать, что цель этого лечения – это полный контроль за симптомами аллергии. Медикаментозное лечение аллергического ремита направлено на оккупирование обострения и пазисное лечение, и, конечно, патогенетическое лечение – это антистерапия. На сегодняшний день мы с вами видим о том, что в той программе, которая направлена на лечение аллергических ремитов, имеется ряд элементарных мероприятий, которые имеют общий организационный характер, в том числе местный характер, и почеркнуты две ведущие группы лекарственных препаратов – антидистаминно-системные и местные препараты, и проназальные портикостероиды наряду с антидреекатриевыми препаратами. Особое место, в отличие от взрослых клинических рекомендаций, в детском возрасте, безусловно, играют крамоны, которые не применяются с раннего детского возраста и практически заменяют нам ряд лекарственных препаратов, которые не могут быть применены в действительных ограничениях в возрастном плане. Когда мы с вами с клиническими рекомендациями ориентировались на все эти документы, которые я выше привожу, и хочу обратить ваше внимание, что в стартовой терапии во всех этих документах стали антидистаминные препараты второго поколения, которые, применяя одни только с успехом системно, но и обозначены и в местных применении, и в значимости именно в терапии и контроле за симптомами аллергии, и, конечно, интерназальные портикостероиды, которые успешно применяются в увеличении этих заболеваний. Надо сказать, что наивысший уровень доказательности, эффективности и безопасности применения интерназальных глюкокортикостероиды в антидистаминных препаратах, в терапии аллергического ринита, с высокой степенью доказательности, у людей по продемонстрировали ряд документов, на которые мы ориентировались, оставляя на тени другие клинические рекомендации. Лекарственные препараты, предназначенные для лечения аллергического ринита, очень подробно рассматривали во всех документах Ария. И вы видите, с 2008 по 2010 год совершенно четко было показано, что очень важное место могут играть интерназальные антидистаминные препараты, поскольку именно в этот период стали очень подробно говорить о локальном аллергическом рините без системных поражений, которые, собственно говоря, характерны для аллергического ринита в нашем общем понимании. И, конечно, интерназальные кортикостероиды. Поэтому антидистаминные препараты местной локализации, как и интерназальные кортикостероиды, привлекают в наше внимание с наибольшей важностью. Надо сказать, что действительно интерназальные кортикостероиды сделали большую революцию в лечении аллергических ринитов. На сегодняшний день наиболее важным препаратом является магнитазон Фураат. Вы видите, как большое количество имеется на нашем рынке на сегодняшний день лекарских препаратов. Надо сказать, привлекает ему внимание в тем, что последняя генерация лекарственных препаратов антидазона Фураата, она практически зарегистрирована и может поменяться у детей двухлетнего возраста. И, конечно, безусловно, мы очень рады о том, что сейчас появился отечественный препарат антидазон, который показал свою высокую эффективность в клинических исследованиях. Конечно, низкая биодоступность этого препарата, которая характерна для антидазона Фураата, не только с плохой ассорцией в этот препарат, но и с высшим, практически метаболизмом, и первым переходом через печень. Что очень важно для детского возраста, потому что некоторые лекарственные препараты, особенно в детском возрасте, применяются в ряды препаратов, в которых имеется также метаболизм. Если мы посмотрим на диапазон применения этого препарата, то наиболее его важно применение именно в детском возрасте, поскольку у детей, как вы знаете, большинство лекарственных лекарственных методов имеют инфекционно-аллергическое периодозаболевание. И здесь очень случайно важно, чтобы данный препарат, ингаляционный кортикостероид, учитался в бактериальной и вирусной форме поражения полости носа. Здесь мы видим классическое применение кортикостероидных препаратов в интерназальных, оксизонных, круглогодичных, аллергический лимит и абсолютно новое направление это возможность применения терапевтов препарата с профилактической целью начинания детского телевидного возраста. И, конечно, такое инфекционно-аллергическое, достаточно тяжелое, о котором мы много слышали, именно последний подвесный нового лимитолога, большое количество докладов уделил этой проблеме, когда были показаны новые пути решения этого заболевания. Тем не менее, около 15-20% полипоза носа была показана, связана с аллергической формой заболевания. Вы видите, что сложность лечения аллергического лимита связана с тем, что у детей имеется большое количество саморбидных заболеваний, которые обостряются на фоне аллергического процесса. При этом имеется не только типичное аллергическое воспаление, но и, как правило, обостряются вялотекущие хронические инфекции, которые присущи для детского возраста, которые часто болеющие в риберах. И поэтому аллергический лимит совершенно протекает по-разному у детей, у которых относятся к группе часто болеющих, или, скажем, когда пациент заболевает риносинуситом, а у него имеется атопия, имеется аллергический лимит, имеем дело с двумя заболеваниями практически накладывающими, влияние друг на друга, это аллергический лимит и неаллергический лимит. Еще надо сказать, что на сегодняшний день имеется значимый сдвиг от легких до тяжелых форм заболевания. У одного и того же пациента констатируют и аллергические, и не аллергические формы заболевания. Надо сказать, что именно место интраназальных кортикостероидов было выдвинуто на одно из первых мест после эллиминационной терапии практически на третье место в тексте воспротивления лечения. Это связано с тем, что именно моментозон фруат показывает свою прекрасную эффективность лечения сезонного аллергического ремита, точно так же, как он показывает свою эффективность не только при сезонном аллергическом ремите на влияние на полный снос и на все главные симптомы, практически потому, что поскольку в детей эти заболевания, как правило, протекают параллельно. И, безусловно, возможность применения магнитозона фруата длительными курсами в циклогологическом ремите более 12 дней является привлекательным для контроля за систему аллергии у этих пациентов. И являются ли проблемами наличие на них большого количества лекарственных препаратов? Я бы сказала, что нет. На сегодняшний день все лекарственные препараты, которые мы выпускаем, это инновационная форма, которая проводит в российских стиратах, она имеет свои даже улучшенные характеристики, и, поскольку в этом препарате сохраняется качество продукции, он применяется в течение двух лет, и самое главное в этом препарате, в этой упаковке имеются две насадки, которые позволяют его применять не только взрослых, но и у детей, даже самого маленького возраста. Это очень важно для всей семьи, поскольку в данной семье могут страдать, как правило, для две месяца членов ее. И качество нашего препарата, отличного препарата, видится на взамен с классическим препаратом, который является, на зонах, не отличается никаким образом по его действию. Обращаю ваше внимание, что распространенность аллергического и не аллергического ремита, особенно сочетание их и у детей, достаточно высоко. Вы видите, что у детей, у которых, как статируется одновременно, аллергический ремит, практически у каждого человека и четвертого имеется не аллергическая форма заболевания. Поэтому чрезвычайно привлекательно приведение данного препарата у пациентов именно детского возраста, и попытка использовать эти препараты у детей с сезонными аллергическими ремитами и у детей с не аллергическими ремитами, я называю, показала очень хорошую эффективность. Мало того, что у 70% детей исчезает полностью в лимическом проявлении ремита, но одновременно уменьшается количество воспалительных процессов на физической оболочке, которые подтверждаются исследования нейтрофильных лейкоцитров в полости носа и смывами на заполитиального секрета. Более того, у пациентов с не аллергическими ремитами достигается эффективность практически у половины пациентов. При этом снимаются и симптомы воспаления на слизистой оболочке, которые позволяют включать этот препарат, в том числе и рассматривать его, как препарат, один из очень важных стратегий лечения не аллергических последствий на заболевание детей. Рассказь, чрезвычайно большую роль играет безопасность этого препарата, поскольку у детей такие препараты могут влиять на развитие скелета вообще ребенка, и нарушают его гормональные обмены. Вы видите, что эти препараты, но метазонфорокурат, при детском применении не дают такие побочные эффекты, и это еще раз повторить пользу его применения. Очень серьезные заболевания полипозной реносиновой тетролитии, исследование которого недавно было окончено в Российской Федерации доктором Ставлинч, она недавно будет в городской докторской диссертации, показывает, что действительно в Российской Федерации мы действительно правильно лечим аллергические линиты, как вы видите, все препараты, которые здесь в большинстве случаев, и для протеста по назначению. Единственное, что можно обратить внимание, что некоторые препараты не применяются с должной степенью тех рекомендаций, которые прописаны в инструкции. Исследования, которые проводились при полипозной реносинусите, как раз и показали, что применение монетазонафороатомазоприна позволяет получить достаточно хорошее улучшение носового дыхания практически до 20% после 20 дней применения, а через 6 месяцев сохраняется стабильный эффект, практически у 30% пациентов без применения дополнительных методов лечения. Сопутствующие заболевания при аллергических линитах являются чрезвычайно частыми, особенно часто поражаются оконусовые пазы, и я вам подчеркивала о том, что действительно респираторная вирусная инфекция на фоне заболеваний протекает достаточно серьезно. И чрезвычайно важно, что кортикостероидные препараты и монетазонфороат позволяют быстрее снять такие тягостные симптомы, как заложенность носа и винарея, которые характерны для большинства аринотиметита, поскольку, как вы видите, симптомы, которые характерны для гнойного воспаления, практически, конечно, будут лучше контролироваться антибактериальным препаратом в комбинации, как вы видите, именно кортикостероидных препаратов и монетазонфороат. Поэтому все исследования, данные, которые получила клиника Самарского медицинского института, еще раз подчеркивают о том, что применение амитазонафороата практически не только улучшили, были получены хорошие и отличные результаты, но при этом практически всех больных, которые находились в исследовании, отсутствовало гнойное отделяемое, что говорит о процессе излечения. Более того, при исследовании отмечалось улучшение функции околоносовых фазов в сравнении его воздухоносности. Поэтому сейчас чрезвычайно привлекательным является, конечно, фармакологическая составляемость, составляющая лечение аллергических заболеваний. И сейчас используются как вы видите комплексы, комбинации галлюционных кортиков, стройостатическими антибистонинными препаратами, системных деконгестантами и системными антибистонинными препаратами, чрезвычайно привлекательной комбинацией именно атопические деконгестанты, статическими антибистонинными препаратами. Она очень хорошо играет в случае наличия локального аллергического ремита и позволяет быстро справиться с воспалением в случае присутствия в том числе инфекционного начала в следующей категории пациентов. Поэтому попытки создания таких антибистонинных препаратов, как вы знаете, во всем мире уже просматривались, вы знаете, такой препарат был инстантометазом Аматрина-2. И вот появилась новая отечественная комбинация, где имеется афинилофин, афинилофин, афиабрацин уже давно. Мы с ним его преиспользуем очень широко в детском возрасте. А вот комбинация антибистонинных препаратов второго поколения, имеется с афинилофином, оказалась достаточно перспективной по тем исследованиям, которые были проведены в последний год. Тем более, что вы видите, что беконгестанты, если они достаточно прицельно просматривались в эпосе 2012 года, то на сегодняшний день в лечении респираторных вирусных инфекций мы видим строчку, где присутствуют антибистонинные препараты первого поколения, антибистонинные препараты второго поколения, и комбинация вместе с деконгестантами. Комбинация с деконгестантами. И новый документ эпоса 2020-го сохранил эту позицию, даже ее усилия. То есть практически мы сохранили деконгестанты и оральной формы, и назальной формы, и даже в этом документе было надеяться, что они могут применяться меньше 10 дней, то есть расширены даже сроки с применением. Исследования, которые были окончены в наших московских клиниках под руководством профессора Свистушко-Магоника Никифоровой, показали, что при остром риносинутите, у пациентов у которых имеется абербургический ремид, а течение такого заболевания, как правило, продолжается от 3 до 5 недель, при применении этих комбинированных форм воспаления, комбинированных препаратов, при этом виде воспаления сочетания воспалительного процесса связанных с респираторным вирусом инфекции, на фоне атопии удается купировать практически в 14-м году заболевание, что прекрасно видно на этих слайдах. И, конечно, общая оценка эффективности применения при афинозоле является чрезвычайно высокой. Надо сказать, что те исследования, которые проводились также по этой комбинации у пациентов вообще с респираторной инфекцией, под руководством профессора Карпиченко, также показали о том, что данная комбинация может хорошо применяться не только у пациентов с абербургии, но и вообще при респираторных вирусных инфекциях, для которых характерно поражение полости носа. Поэтому, видите, наши отечественные наработки, новая комбинационная форма с абербургии, новая книга «Радар», о которой я уже упоминала. Поэтому, безусловно, в нашем взаимодействии с педиатром, терапевтом, семейным врачом, алкологом и врачом, именно вот такую структуру мы писали наши клинические рекомендации «Радар», позволяют добиться очень хороших результатов. Поэтому возьмёмся за руки, друзья, чтобы победить аллергию. И благодарю за внимание. И наш великий множество наших генологов в свободе носового дыхания. К сожалению, обратной связи нет. Вопросы задавать не можем. Это видеопрезентация. Следующий доклад представляет Ольга Витальевна Корнеева, профессор. Она представляет Национальный научно-исследовательский университет, Центр Федерального медико-биологического агентства. Пожалуйста, Ольга Витальевна. Спасибо большое, глупо уважаемые председатели, глупо уважаемые коллеги. Столько народу в конце уже просто мы какие люди молодцы. Выдерживаю, да. Ну и сегодня мне хочется сказать несколько слов о топических лекарственных препаратах. Мы, как отлорингологи, в нашей практике их всегда применяли, всегда будем применять. Но буквально несколько лет назад ещё наши оппоненты говорили о том, что, а их нет и в европейских лекарственных документах, а их нет доказательной базы вообще. Но на самом деле давайте поговорим, что на самом деле да. Сегодня изменилась эпидемиология респираторных инфекций, сезонных состояний респираторных крайне мало, уже даже не 25%, здесь 16-й год, а уже и меньше, до 15% сезонного вируса гриппа. Всё остальное циркулирующие вирусы круглогодично. И мы с вами, наши пациенты, можем заболеть всегда, в любое время года, и летом, и зимой. Респираторные инфекции со стороны лорорганов проявляются в большей степени острыми риносинуситами, тонзолофрингитами, если мы говорим о детской практике, то и евстехитами, собственно, например, публикации зарубежные, они не выделяют позицию аденоидита, они говорят в своих исследованиях, если говорится о хронических риносинуситах, говорится о аденоидитах в основном. А как же в условиях нынешней глобальной антибиотикорезистентности, а как во всем мире лечат риносинуситы? И везде одно и то же, лечат антибиотиками. Посмотрите американские данные, ежегодно 4,3 миллиона взрослых, у них ставится диагноз синусит, и у 80% первоначально на амбулаторном этапе назначаются антибактериальные препараты. То же самое в Канаде, в Европе педиатры чаще всего, чтобы избежать сосложнения в детском возрасте, назначают, особенно младшая возрастная группа, назначают антибактериальные препараты. Но я думаю, что ситуация что в Москве, что в Петербурге одна и та же. Провизоры сами назначают ту лекарственную форму антибактериальную, которую они считают правильно назначить. Ну и применение антибактериальных препаратов в пищевой индустрии в том числе способствует развитию как раз антибиотикорезистентности. Поэтому последние годы пошли просто пул публикаций в европейских особенно серьезных доказательных эффективности применения топических лекарственных препаратов. Новые возможности лечения респираторных инфекций, они сегодня, это квинтэссенции из рекомендательных документов Совсемирной организации здравоохранения и стратегии развития здравоохранения нашей страны, это применение топических лекарственных препаратов, препаратов на основе естественных ферментов, так называемых антимикробных пепсинов, биорелегационная терапия, бактериальные лизаты и фитопрепараты. И практически, если вы посмотрите предыдущие версии национальных клинических рекомендаций, ну и те, которые будут, они уже актуализированы и будут в 2020 году, я надеюсь, появятся и на сайтах министерства, и на сайтах ассоциаций. Топические лекарственные формы введены с хорошей доказательной базой. А вот еще наши коллеги в 1991 году, профессора Ельков и Хабаров, они уже сделали серьезную работу, в которой достоверно показали, что концентрация в очаге воспаления лекарственных препаратов значительно выше при респираторной инфекции, это касается верхних дыхательных путей, в 100-120 раз. Это связано с тем, что снижается кровоток, снижает поступление лекарственных препаратов из общего кровяного русла. Это было тогда. Но мы, как всегда, на свои публикации обращаем внимание мало. Мы смотрим на Европу и Америку. И в Европе, и в Америке появились новые публикации по целесообразности, эффективности применения топических лекарственных препаратов. И вот, посмотрите, здесь представлена публикация метанализа фактически за 50 лет, а публикация была в 2000 году. То есть идет совершенно другое направление в лечении респираторных инфекций. Уход без показаний от системных антибактериальных препаратов. И идет как раз выборка из огромного числа исследований, в заключении которой мы имеем следующее. Местное применение антибактериальных препаратов имеет преимущество высокой концентрации лекарственных средств, минимальных системных побочных эффектов и простоте применения. Но не все они хороши, а вот когда мы видим клинический эффект, это в том случае, если лекарственная форма обеспечивает быстрое распределение на слизистой оболочке верхних дыхательных путей и при этом длительное нахождение на слизистой оболочке. Конечно, эффективность зависит и от анатомических особенностей полости носа, понятно, и если у нас есть какие-то структурные нарушения, как бы мы лечили и чем бы мы не лечили, эффект не будет тот, который бы мы хотели, поэтому это важная позиция. И, конечно, наличие компонентов, негативно влияющих на мукоцеллярные петели, на очищение полости носа и вот тот же самый бензолкония хлорид, который пагубно влияет на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, он введен в состав других препаратов, которые мы используем перорально, и там он обладает антисептическим действием и не действует пагубно на слизистую оболочку, потому что там совершенно другая структура. Ну и говоря о мукоцеллярном транспорте, конечно, мы должны помнить, что это очень нежная структура, которая от многих факторов зависит, ресничество эпителий и движение ресничек должно быть в строго определенном направлении, мы с вами знаем это хорошо, в сторону носоглотки, должна быть оптимальная температура, оптимальная влажность и ни в коем случае не хаотические движения ресничек, как и все исследования по эффективности лекарственных препаратов, направлены на то, что если восстанавливается движение, нормальное движение мерцательного эпителия в сторону носоглотки, это эффект от применяемой терапии. Но я позволю еще себе показать несколько серьезных исследований, опубликованных, например, вот это в журнале «Иринология» в 2015 году, интереснейшее исследование, которое сравнивает динамику маркеров воспаления верхних и нижних дыхательных путей. И вывод из этого исследования очень серьезный. Системная антибактериальная терапия не так эффективна при заболеваниях верхних дыхательных путей по динамике маркеров воспаления, по отношению к маркерам воспаления нижних дыхательных путей. Отсюда авторы делают вывод, что целесообразно при респираторных инфекциях острых областей от тренингологии применять в начале системные антибактериальные препараты. В отношении детской практики вы видите здесь тоже публикация применения топических интерназальных антибактериальных препаратов при хроническом реносинесите у детей. Это касается в том числе и аденоидной ткани, о которой я говорила. И здесь авторы подчеркивают, что эффективность от применения топических антибактериальных препаратов очень высокая, поскольку именно они воздействуют на биологические пленки, которыми так богато слизистой оболочкой верхних дыхательных путей в том числе. И, кстати, адекватное применение топических антибактериальных препаратов в среднем при рецидивирующем течении дает возможность нам уйти от развития хронических воспалительных процессов верхних дыхательных путей. Ну и вывод, да, что целесообразно применять топические формы антибактериальные при аденоидитах и острых реносинуситах. Похожее исследование по взрослым, опубликованное в 2016 году, клиническая эффективность. И, что важно, у 72% лечения пациентов топическими антибактериальными препаратами был доснигнут микробиологический контроль, то есть восстановление микробиомы. Исследование интересное, правда, на маленькой выборке пациентов, но всё же лечение антибактериальными топическими препаратами хронического реносинусита, вызванного штаммами мицелинрезистентного стафилококка ауреоз. И был показан тоже хороший эффект, даже в этих случаях топическая антибактериальная терапия имеет место быть. Ну и новые данные, которые опубликованы в пересмотре 2020 года ЭПОСа, где также говорится, причём обзоры были семи рандомизированных исследований, и в ЭПОСе чётко тоже написано, что у пациентов с хроническим реносинуситом без полипов топическая антибактериальная терапия, по-видимому, более эффективна, чем пероральная по результатам исследований. Вот как раз Лунд Кеннеди, опроснику СНОД. То есть и ЭПОС заговорил о достоверных адах, туда они помещают лекарственные препараты, не имеющие большую доказательную базу серьёзную. В клинических рекомендациях НМА топические антибактериальные лекарственные препараты представлены в четырёх клинических рекомендациях острый синусит, острый тонзолофарингит, средний отит, наружные отиты. И уровень нынешних доказательств рекомендаций высокий 1А. Сегодня у нас оригинальные лекарственные формы, которые присутствуют на нашем рынке. Всем нам очень хорошо известно, они занесены во все рекомендательные документы и стандарты. Это изофра и полидекса с фенилофрином, которые мы очень хорошо все знаем. Клинически применяем уже десятки лет, с хорошим эффектом. И вы видите, сколько публикаций в Элайбре в отношении изофры и в отношении полидекса с фенилофрином. Напомню вам состав важный. Изофра, которая может применяться у детей с нуля, изрегистрированы показания применения у детей с нуля на основе фрамицитина. Полидекса – комплексный лекарственный препарат с двумя взаимодополняющими антибактериальными веществами, антибиотиками – неомицин, полимексин, дексаметазон и фенилофрин. В отношении фрамицитина. Это формула, да, это аминогликозит, который на слизистых очень хорошо действует как бактерицидное вещество, и его преимущество в том, что не всасывается из слизистой оболочки. Долго находится на слизистой оболочке, а мы с вами только что говорили, что это один из важных показателей эффективности лекарственной формы. Действует в отношении основных возбудителей верхних дыхательных путей. Ну, а в отношении полидекса с фенилофрином это, конечно, содержание неомексина и полимексина в отношении основных патогенов, включая очень полезно применение этой лекарственной формы при рецидивирующих состоянии, поскольку, видите, стафилококк ауреус тоже подвергается воздействию полидексы, а это тот патоген, который, ну, даёт возможность бактериям начать жить в патологических и биологических плёнках. Ну, и, наверное, вопрос, который мог бы быть из зала, безопасность этой лекарственной формы, поскольку до сих пор звучит ещё такое мнение, что наличие дексаметазона, который сегодня у нас был уже симпозиум по декангистантам, да, где нам Елена Малышева рассказала, что в нос надо декангистант, не надо декангистанты, а нужны гормоны, в частности гидрокортизон и дексаметазон. Здесь тоже есть дексаметазон, но помимо того, что все компоненты, они в минимальной доступной концентрации, а вот дексаметазон здесь совершенно другой. Это дегидрированная форма дексаметазона, которая не растворяется в воде и, собственно, нет биологической доступности в кровяное русло. Только на поверхности и даёт возможность длительного нахождения лекарственного препарата, антибактериального, и, собственно, с этим связано то, что препарат безопасный, особенно когда мы применяем у детей, то есть нет изменения уровня суточного кортизола в крови, поскольку нет биодоступности. Ну и по официальным, конечно, мы препараты должны применять только по зарегистрированным показаниям. Важно, что отсутствуют консерванты в этих лекарственных формах, а вот наличие как раз макрогола в полидехсе с фенилоэфрином даёт возможность длительного нахождения на слизистой оболочке верхних дыхательных путей. Ну, это тот макрогол, который мы так не любим, когда мы используем атофу, но на самом деле и только эта составляющая даёт возможность находиться долго на слизистой оболочке, как в верхних дыхательных путей, ну, а говоря, например, о изофре, да, на прометриальной стенке воспалённой. Исследование, которое было опубликовано в Вестнике в 2019 году нашими уважаемыми коллегами, и профессором Рязанцев в том числе, показало как раз, что уже через 20 минут после введения полидехса с фенилоэфрином на слизистую оболочку полости носа наблюдается то, о чём я говорила, стабилизация двигательной активности мерцательного эпителия, перестаёт биться хаотично и начинает постихонечку выравниваться движение в сторону носоглотки. Исследования, которые были также проведены по полидексе, не так давно опубликованы, в отношении дегидрированной форме дексаметазона, ускоряет, уменьшает воспалительный процесс и может быть применён при любой форме воспаления, как инфекционной, так и аллергической. Собственно, с этим было связано и внесение полидекса с фенилоэфрином в рекомендательный документ РАДАР по лечению аллергического ринита у детей. Ну и говоря о возможности частого применения полидекса, и действительно, как часто мы можем эту форму применять, вот вы видите, здесь 20-летний опыт успешного и безопасного применения полидекса, идёт мониторированная в европейском офисе полидекса с фенилоэфрином, мониторированная эта лекарственная форма, и было показано, что в настоящее время не снижена эффективность препарата и резистентность к нему пока не выявлена. Ну и я, когда первый документ представляла, там, где вот был метанализ, и как раз японский автор, он в конечном заключении этого документа говорит, что, ну мы надеемся, что когда-то в мире появится такой, такая лекарственная форма, которая, воздействие на слизистую оболочку, которая произведёт революцию в лечении респираторных инфекций, и в частности восстановление слизистых верхних дыхательных путей. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, Ольга Витальевна, за очень интересное, полезное, особенно для врачей первичного звена сообщение. Наверное, у докторов должны возникнуть вопросы. Пожалуйста. Только по зарегистрированным показаниям, и если необходимость клинической ситуации такова, что риск от неиспользования будет больше, чем от использования, они не зарегистрированы на применение у беременных. Так, ещё, пожалуйста, вопросы. Всё? Нет вопросов? Ещё раз спасибо, Ольга Витальевна. Спасибо большое. Всё, всё. Продолжаем нашу работу. Следующая будет видеопрезентация. Здесь так получается, что как бы перекликающиеся два доклада, как бы продолжение доклада предыдущего автора, будет докладывать Кривопалов Александр Александрович «Топическая антимикробная терапия инфекционно-воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух». Ну, почти одинаковая тема доклада. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию доклад, посвящённый терапии острых инфекционных поражений околоносовых пазух у взрослых пациентов. Ринозинусид – воспалительный процесс слизистой оболочки околоносовых пазух, а также полости носа. Это определение ринозинусид достаточно давно и широко принято во всём мире. Европейский согласительный комитет по ринозинусиду и назальному полипозу как в редакции 2012 года, так как и в редакции 2020 года, в последней редакции, не изменил свою позицию, не изменил классификацию, форму острого ринозинусида. Также представляет практически те же самые данные по встречаемости острого ринозинусида в популяции. Какие же это данные? Острый вирусный ринозинусид или обычная простуда, острая респираторная вирусная инфекция, встречается в популяции взрослых, болеют пациенты от плода 5 раз в году, дети болеют чаще. И вот можно себе представить, какая частота распространённости острого вирусного поражения околоносовых пазух. От 18% до 20% вирусных поражений может перейти в бактериальное поражение и возникнуть острый поствирусный ринозинусид. И до 2% от частоты острых вирусных поражений встречается острый бактериальный ринозинусид, острое поражение окноидное околоносовых пазух. Эти логические факторы острого ринозинусида при вирусном поражении наиболее часто встречаются риновирусы, коронавирусы. Но нас как отоларингологов, безусловно, более интересуют бактериальные патогены, способствующие развитию острого ринозинусида. До 50% всех случаев бактериологических исследований выделяется громоположительная флора, такая как пневмококк или бета-гемортический стриптококк УПА. Условия снижения иммунологической защиты пациента может приобретать значение золотистый стафилококк. Громотрицательными патогенами, также составляющими до половины всех клинических случаев, являются гемофильная палочка и марацелла катаралис. Встречается также атипичная флора в виде плесневых грибков, хламидий. Есть такие публикации. При острых инфекционных поражениях идиотропное лечение – это главное. Системная антибактериальная терапия является важнейшим компонентом комплексного лечения острого ринозинусида. Согласно клиническим российским рекомендациям, системная антибактериальная терапия имеет наивысший уровень клинических рекомендаций. Антибиотики, согласно клиническим рекомендациям МИЗДРА в России, показаны при средне-тяжелой и тяжелой формах острого ринозинусида. В Российской Федерации рекомендована следующая схема назначение системной антибактериальной терапии при лечении острого ринозинусида средней тяжести. При отсутствии в анамнезе у пациента в течение 1-1,5 месяцев прием антибактериальных препаратов показано значение амоксицелина клавуановой кислоты, либо цифалоспорина 2-го поколения на выбор лечащего врача. В тех случаях, когда в течение указанного времени у пациента был прием антибактериальных препаратов, в случаях также, когда имеется непереносимость, аллергия на бета-локтанные антибиотика, рекомендовано назначение респираторных фторгеналонов, таких как левофлаццин, моксифлаццин, а также возможно назначение макролидов, азитромицин, джозомицин, кларитромицин. Подход назначения системных антибиотиков при острой амбридосинной сети у взрослых, по мнению авторов и коллег зарубежных, по мнению авторов согласительного комитета, несколько другой, лечением острого бактериального риносинклюзита в Европе занимаются врачи первичного звена, они уториноларингологи. Вопрос на сечение антибактериальной терапии может быть рассмотрен по мнению авторов документа при наличии трех и более признаков из пяти следующих симптомов острого, которые могут быть при остром риносинусите. Какие же это симптомы? Это лихорадка 38 и больше, это симптом двух волн, две волны, это ухудшение состояния после более исходной легкой фазы течения заболевания, это боли в лице, как правило до стороннего характера, это сервозное ригноидное выделение с полости носа, а также при лабораторном исследовании возможно выявление ускоренного соя или повышение церкви активного белка. Так вот, при наличии трех и более из пяти признаков можно врачу семейного, семейному врачу рассмотреть вопрос о назначении антибиотиков амутицилина, амутицилина в дозе от одного до полутора грамм в сутки в течение десяти дней. В тех случаях, когда у пациента являет возможно наличие трех и более подобных эпизодов, эпизодов клинических, либо эпизодов наслечения системной антибактериальной терапии более трех. Пациент, если это имеется, пациент будет направлен, возможно, будет направлен к ото-приналаринговку. Вот такая позиция. Почему такое более осторожное отношение наших коллег зарубежных к системной антибактериальной терапии? Потому что проблема у них более выражена. Проблема, это называется антибиотикорезистентность. И проблема эта мировая, проблема существует уже более 20 лет, и она озвучивается на всех уровнях, как медицинских, так и политических, а также организованных. Сегодня основным фактором, способствующим росту антибактериальной резистентности патогенов, является необоснованное системное применение антибиотиков. И по данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее частое необоснованное применение антибиотиков отмечается при лечении заболеваний дыхательных путей. А из этой когорты дыхательных путей самое частое необоснованное назначение встречается, зарегистрировано при лечении острого длинозинозита. Вот такая серьезная проблема лечения острого длинозинозита и антибактериальной резистентности. Как же мы можем профилактировать рост антибиотикорезистентности? В первую очередь, не назначать антибиотики при вирусных поражениях в гонсовых пазах, при ОРВИ, потому что доказано клинически рандомизированными исследованиями, что назначение антибиотиков при выраженных при вирусных поражениях статистически значимой не снижают частоту и риск суперинфекции, а также развития слабой. Еще один путь. Широкое применение топических лекарственных препаратов с доказанной антимикробной активностью. Топические антимикробные препараты. Был такой препарат фуза, фунгин. Почему был? Потому что препарат снят с производства ввиду наличия в препарате достаточно большого количества побочных эффектов, плодолитальных. Но препарат был прекрасным топическим антибиотиком и много клинических исследований рандомизированных и плацебоконтролируемых прошло, которые доказывали эффективность препарата с первого дня лечения острых форм ридно-синусита. Сегодня в мире единственным препаратом для доступных препаратов для топической антибактериальной терапии является фрамицетин. Фрамицетин доступен к назначению в составе комплексной терапии и является альтернативой системной антибактериальной терапии в тех случаях, когда недостаточно симптомов для назначения, недостаточно клинической картины для назначения системных антибиотиков. Фрамицетинный сульфат – антибиотик группы аминогликозидов, который обладает бактерицидной активностью, повреждает мембраны микробных клеток. Он активен в отношении широкого спектра микроорганизмов, которые я вам показывал, положительные в отношении грамотрицательной флоры. Препарат имеет высокий уровень безопасности, не проникая в системный кровоток. Препарат показан как взрослым, так и детям. И показан при лечении инфекционных поражений около цивных пазух полостенуса. А также очень хорошее показание препарату. Используется препарат для подготовки пациентов к ринохирургическим вмешательствам, а также при введении и при лечении пациентов после проведенных ринохирургических вмешательств. Противопоказан препарат при беременности, грудном скармливании, а также при наличии индивидуальной непереносимости, которая нигде еще не отмечена, потому что препарат молодой. Используется он препарат интерназальный в виде 1,25% раствора, в виде спрея по одному впрыску в полостенуса 4-6 раз в день, но не рекомендуется применение более 10 дней. Очень важно, что нельзя препарат не разрешено использовать для внутрепазушного введения, но это невозможно, потому что препарат в Российской Федерации доступен в виде спрея, флакончиков, которые изготовлены на заводе. Публикации, посвященных оценке клинического эффекта топической антибактериальной терапии при остром минусинусите, как в отечественной, так и в зарубежной литературе, мы не обнаружили. Что, собственно, послужило основание для проведения исследования, которое условно можно разделить на две части. Это экспериментальное исследование и клиническая часть исследования. Для изучения характеристик распыления и распределения препарата промицетина в полосе носа были исследованы, были взяты на исследования препарат 1. Это препарат Тромицин, производитель компании Солофарм, это крупнейший фармацевтический гигант России, которая находится в Санкт-Петербурге, компания «Савод» находится в Санкт-Петербурге. И на препараты производятся жидкие лекарственные стерильные формы по стандартам GMP. И препарат был взят на исследование, препарат 2, 1,25% раствор, препарат, фармацевтический препарат импортного производства. Эти два препарата были исследованы. Солофарм производит инновационные препараты и продукты. Инженерные решения конструкции флакона имеют несколько особенностей распыления происходит в любом положении флакона в пространстве. Клапанный механизм имеет пятиступенчатую защиту от контоминации бактериальной флоры. Препарат работает в очаге воспаления. Наконечник препарата вводится интерназально, как раз в зону инфекционного процесса. Поэтому клапанный механизм разработан, пятиступенчатая защита, которая защищает содержимое флакона от контоминации. Потому что после впрыска происходит обратное всасывание воздуха во флакон. И этот воздух очищается и он всасывается уже во флакон в стерильном виде. Вот такая интересная инновация. При исследовании распыления в воздухе аэрозолей мы используем скоростную видеосъемку, фотографии. Распределение аэрозолей в полости носа человека мы изучали на взрослых добровольцах. Проводили орошение аэрозолем слизистой оболочки подкрашенным раствором хромицетина. И изучали подкрашенных метиленовой сенью и проводили эндоскопию. Мы сразу после исследования оценивали окраску представленных на слайде анатомических элементов полости носа. Итак, результаты исследования препарат 1, препарат 2. На слайде можно видеть определенные различия в формировании конуса распыления. А также различия во времени создания аэрозоля в воздухе. Время существования аэрозоля. На слайде можно увидеть, что препарат 1 имеет более длительное время существования аэрозоля в воздухе. Примерно в 2 раза в сравнении с препаратом 2. При исследовании окрашенного аэрозоля в полости носа было выявлено несколько более равномерное и интенсивное окрашивание передних и средних отделов полости носа при распылении. В средних отделах носа зафиксировано более интенсивное окрашивание. Что касается носоглотки, распределение носоглотки было равномерным и распределялось. Также отмечено распределение в область устья слуховой трубы. Для оценки эффективности топической антибактериальной терапии пациентов с острым риносинозитом, взрослых пациентов, было выполнено клиническое исследование, в которое были включены 30 взрослых пациентов, которые были рандомизированы на 2 равные группы. И пациенты имели острый риносинозит в средней степени тяжести. Пациенты были рандомизированы на 2 равные группы. Пациенты получали стандартную терапию острого риносинозита согласно клиническим рекомендациям. Различия в группах оказались только топической антибактериальной терапии. Первая группа получала тромицент, и вторая группа получала препарат фрамицетина 1,25% импортного производства. Объективную оценку состояния пациента оценивал отоларингула при трех визитах. Оценка проводилась в баллах по клиническим симптомам, которые вы можете увидеть на представленном слайде. Пациент также был озадачен. Пациент заполнял анкету, где по визуально-аналоговой шкале оценивал выраженность своих жалоб и выраженность симптомов нарушения качества жизни в динамике. Статистическая оценка исследования. Данные подвергали статистической обработке с использованием попарных и международных сравнений для оценки полученных нами данных. Также очень важно, нами проводилась оценка двигательной активности ресничек мерцательного эпителия, как до начала, так и после, на фоне, так и на фоне топической антибактериальной терапии острова рина-синусита. Исследование проводилось по запатентованной санкт-петербургской книге уголовного совеличия методики. Авторы изобретения методики доктор медицинских наукорина-петербурга Захарова и доктор биологических наук Владимир Владимирович Шабалин. Производился соскоп со слизистой оболочки нижней носовой раковины. Соскоп изучался под специальным микроскопом. Компьютерная программа определяла частоту биения ресничек. Результаты нашего исследования, результаты клинического исследования, попарные сравнение бальных показателей объективного статуса пациентов, обнаружили положительную динамику. У всех пациентов обнаружена положительная динамика и первая, вторая группа, начиная с второго визита. Межгрупповые различия были значены. Мы видим значимые статистические коэффициенты. Также межгрупповые различия в первой и второй группах были отмечены, начиная со второго визита. В группе 1 препарата медицинт выраженности достигнутого положительного эффекта в объективном статусе была статистически значима более большая в сравнении с группой 2. Что касаемо межгрупповых различий в субъективном статусе в жалобах пациента, качества жизни, то различия были отмечены только по окончании лечения. Это третий визит. И различия касались качества жизни пациентов и их жалоб. Их жалобы были несколько менее выражены в группе 1. Очень интересные результаты хотел бы мне представить полученные нами при исследовании функции мукоцеллярного транспорта с листом оболочки полости мусора. Наш анализ, статистический анализ позволил выделить 5 классов частот биения ресничек. 1 класс низкой частоты, 2 класс средний и 3 класса высокой частоты биения ресничек. До начала лечения представлен график. До начала лечения в обеих группах нами констатированного гнетения двигательной активности милицательного эпителия в 4 классах. 1 класс и 3, 4, 5, 3 класса высокой активности. Функционально важные классы были уникальны, но компенсатонно несколько была повышена активность 2 класса биения. На фоне топической антибактериальной терапии зафиксировано выраженное увеличение двигателя активности всех 4 классов биения в обеих группах исследования. То есть те классы, которые находились в гнетенном состоянии, они существенно, вы видите, если сравнить с предыдущим слайдом, существенно повысили свою двигательную активность. Но компенсатонно несколько уменьшилась активность 2 класса биения, что функционально не было статистически значимо. Что касаемо межгрупповых сравнений, то у нас отмечено только несколько повышение функциональной активности в первой группе и 1-5 класса биения ресничек. Таким образом, уважаемые коллеги, позвольте сделать выводы о том, что острый ревный синусит является сегодня актуальной и очень актуальной проблемой современной отоиноларинкологии. Остый ревный синусит является частью глобальной проблемы антибиотикорезистентности бактериальных ботогенов. Важный аспект борьбы с этой глобальной проблемой это применение альтернативных препаратов, препаратов альтернативных системной антибактериальной терапии, а также топических препаратов, обладающих противомикробной активности. Топическая антибактериальная терапия острого ревный синусит – эффективный метод в составе комплексного лечения. Об этом свидетельствуют результаты проведенного нами клинического исследования. Полученные нами результаты также позволяют рекомендовать новый инновационный препарат Трометцент к широкому использованию ботогеноларинкологической практики для лечения ревный синуситов, острых ревный синуситов в составе комплексной терапии. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. Доклад, опять-таки, в видеопрезентации. Вопросы, к сожалению, задавать не можем. Продолжим нашу работу. Сергей Валентинович, вы сейчас или потом? Сейчас. Слово представляется профессору Сергею Валентиновичу Лизанцеву. Сообщение. Новые возможности комбинированной терапии аллергического ревный синусит. Пожалуйста. Ну, сейчас не совсем время говорить об аллергии. Аллергия у нас в основном это тема разговора о весенний период. Но, тем не менее, все-таки круглогодичная аллергия у нас остается. Перситирующие аллергические рениты остаются. В среднем по России около 30% населения страдают аллергическими заболеваниями. И поэтому этот вопрос остается актуальным. И количество больных аллергическим ренитом продолжает ежегодно, несмотря ни на что увеличиваться. Сейчас мы можем сказать, что примерно каждый третий больной на вашем приеме – это аллергик. А к аллергику нужен соответствующий подход. Интересно, что качество жизни больного аллергическим ренитом эксперты ВОЗ оценивают хуже, чем ишемическое болезнение сердца. Конечно, у аллергического ренита нет такого высокого уровня смертности, как от ишемической болезни сердца. Но жить с аллергическим ренитом, по данным ВОЗ, гораздо тяжелее, чем жить с ишемической болезнью сердца. Отсюда медико-социальное значение аллергического ренита. То есть широкая распространенность, часто происшествует развитию бронхиальной астмы. Если не лечить аллергический ренит, то почти наверняка он превращен в бронхиальную астму, но и способствует развитию других заболеваний лорорганов. Общие звенья патогенеза аллергии позволяют объединить и астму, и аллергический ренит, и пищевую аллергию, и атопический дерматит в одну группу аллергических заболеваний. Но так называемый атопический марш говорит о том, что все это приходит не одновременно. В раннем детском возрасте от 0 до 7 лет лидирует атопический дерматит, потом он потихонечку-потихонечку сходит на нет. Чуть позже присоединяется бронхиальная астма, и долгое время он идет параллельно аллергическому рениту, но уже со школьного возраста после 8 лет аллергический ренит намного опережает бронхиальную астму. Поэтому аллергический ренит – это мультисциплинарная проблема, это и отоларингология, и аллергология, и офтальмология, и врачи общей практики. Тучные клетки являются эффекторными при аллергическом рените. Именно выброс гистамина из тучных клеток и дает нам все основные симптомы аллергического ренита. Основным, конечно, является гистамин, он во всех факторах и ренареи, и заложенность носа, и чихания обусловлен, но имеется целый ряд некоторых других биологически активных веществ, медиаторов, это простаглодин или экадриены, факторы активации тромбоцитов и так далее. Все они, вступая в контакт с сердными окончаниями, дают нам характерные признаки аллергического ренита, такие как чихание, заложенность носа, ренареи и так далее. Вот возникает сакраментальный вопрос, а возможно ли вылечить аллергический ренит? Ну, обычно отвечают так, что медицина тела темная, прогнозов не даем, денег не возвращаем, но на самом деле, конечно, вылечить аллергический ренит невозможно. Можно ставить вопрос только о взятии его под контроль на более или менее длительный период. То же самое, как бронхиальная астма, то же самое, как сахарный диабет, то же самое, как любое хроническое заболевание. Окончательно вылечить невозможно. Поэтому, к великому сожалению, аллергический ренит до сих пор игнорируют, ошибочно диагностируют и неадекватно лечат. Что у нас есть для лечения аллергического ренита? Ну вот традиционная картиночка. Антигистаминные препараты согласен. Стабилизаторы мембрантучных клеток давно выработали свой эффект. Они были предложены нашим бывшим соотечественным авокенам в 60-х годах. В 80-х годах под названием Ментал они лидировали в лечении бронхиальной астмы топически, аллергического ренита. Но сейчас под названием гексал, кромогексал и некоторые другие препараты, они практически уже сейчас неэффективны. Хотя не знаю почему, из презентации в презентацию, из учебника в учебник их показывают. Сосососуживающие препараты, симптоматические, это больше вреда, чем пользы. Это источник медикаментозного ренита, но обойтись без них, к сожалению, нельзя. Антихолинергические средства у нас, к сожалению, не зарегистрированы. И протропиум-брамид зарегистрирован только за рубежом. И кортикостероиды. Что же остается? Остается только антигистаминные препараты и практически кортикостероиды. При этом антигистаминные препараты в большинстве своем не дают нам восстановление носового сопротивления. Каковы факторы, влияющие на выбор терапии аллергического ренита? Ну, их много. Это и традиционные способы лечения, и подход коммерческий, сколько стоит данный препарат, и талииная школа в данном регионе. Поэтому подходы, в принципе, разные, но в целом все они укладываются в рамках Ария, аллергический ренит и астма. Большинство препаратов аллергического ренита применяются неоднократно. То есть это и кортикостероид, это и антигистаминный препарат, это и вазоконстриктор, это, может быть, антиликотрееновые препараты. При этом многие препараты имеют синергизм действия. То есть одни усиливают действия других. Антигистаминные сочетаются с глюкокортикостероидными препаратами, антиликотрееновые препараты потенцируют действия ингридентальных глюкокортикостероидов, и мы знаем, что если больной плохо отвлекается на топическую глюкокортикостероидную терапию, то добавка хотя бы на месяц антиликотрееновых препаратов значительно усиливает эффект ингридентальных глюкокортикостероидов. Вот последний документ до COVID-19 года Российской Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов. Это ступенчатая терапия аллергического ринита. Первая, вторая, третья и четвертая степень. То есть идет постепенное усиление терапии аллергического ринита. Но мы уже говорили, что вот эта комбинация несколько излишняя, поэтому определенное преимущество имеют комбинированные препараты, те, которые включают одновременно разная группа препаратов, но в одной упаковке. И вот таким новым препаратом, который, честно говоря, и для меня является относительно новым, потому что он появился только в конце 2019 года и широкого обстреления пока не получил, является препарат Вонтализир. Это фиксированная комбинация двух средств. Левоцитризина – это антигистаминного препарата второго поколения и Монтелукаста. Монтелукаст – это антирейкотриеновый препарат. И вот впервые два этих препарата очень значимы, широко используемые порозы, и левоцитризин очень хорошо известен. И Монтелукаст порядка 5-6 компаний выпускают под разными названиями, начиная с сингуляра и кончая другими названиями. То есть это два хорошо изученных препарата, но вместе они не упускались никогда ранее. Так вот, комбинация 5 мг левоцитризина и 10 мг Монтелукаста и создали вот этот новый препарат, который разрешен с применением с 15 лет. Каков механизм действует от эффектированной комбинации? Ну, левоцитризин – это хорошо известный селективный блокад РАШ-1 гистаминных рецепторов второго поколения. Он уменьшает миграцию зенофилов, он уменьшает сосудистую проницаемость, он оказывает антиоксидантное противозудное действие. И действительно, многие годы левоцитризин был одним из ведущих, наиболее удачных антигистаминных препаратов. Компания, которая впервые выпустила этот препарат, дала ему очень амбициозное коммерческое название «Ксизал-Х, Y, Z аллергии». С тех пор появилось очень много других комбинаций левоцитризина, и все они доказали, что левоцитризин является одним из наиболее удачных антигистаминных препаратов. Ну и, как сказал Монтелукаст, начинался он сингуляр, оригинальный препарат, сейчас масса других препаратов, выпускаемых Монтелукастом, выпускаемых под различными названиями, дают нам основания действительно верить в очень сильное действие от этого антиликотрейного препарата Монтелукаст. Но как быть в комбинации? То есть порознь они действуют очень хорошо, а как они действуют вместе? И возможно ли монотерапия этими препаратами? И вот как комбинация соответствует с монотерапиями двумя составляющими? Ну, оказалось, что комбинация антигистаминного препарата и антиликотрейного препарата более эффективна по сравнению с монотерапией, то есть когда каждый препарат применялся отдельно. Здесь имеется эффект синергии, то есть усиление действия одного препарата другим препаратом. Вот исследование, которое проводилось относительно недавно показало нам, что динамика назарных симптомов в группах лечения Монтелукаста и двух различных препаратов относится совершенно различно. Вот изменение выраженности заложенной сноса опять-таки после 6 недель лечения Монтелукаста левоцитрозином или их комбинацией. Однозначно комбинация двух этих препаратов гораздо выраженнее по эффекту, чем применение двух этих препаратов в порозне. То же самое говорит нам средняя общая оценка назарных симптомов. Опять-таки комбинация оказалась гораздо выгоднее. Ну и вот данная объективная средняя концентрация изнофильного катионного белка в назарном лаваже через 6 недель лечения Монтелукастом отдельно или комбинация Монтелукаста левоцитрозина, конечно, говорит в пользу комбинированного препарата. Ну, не знаю, что препарат относительно новый, уже появилось 14 многоконцентровых исследований, которые доказывают эффективность вот этой вот комбинации антилекатриеново-антигистаминового препарата по сравнению с монотерапией. И вот эти исследования, 14 перечислено здесь, они составляют достаточно сильную, большую доказательную базу. Они рассматривали и различные симптомы, и уменьшение назальной обструкции, и в целом вот эта комбинация доказала свою эффективность в массе других работ. Среднее изменение гибельных назальных симптомов по сравнению с исходным уровнем монотерапии также говорит в пользу комбинированной терапии. Ну, и профиль безопасности также сопоставим с монотерапией монтолукастом. Какова коморбизность, взаимосвязь бронхиолиастом и аллергическим ринитом? Ну, дело в том, что вот у нас с муманологами всё-таки вот такая вот граница до сих пор существует. Всё, что выше над гортанникой, это наше, всё, что ниже, это пульмонологов. К сожалению, вот такое вот соотношение многие годы продолжает существовать. При этом нос – это часть лёгких, до которых можно дотянуться пальцем. Если имеется буря в лёгких, то, соответственно, эта буря имеется и в пазухах. Если имеется обострение бронхиальной астмы, приступа бронхиальной астмы, то на любом ринитологическом снимке мы увидим затенение, а то и уровень жидкости в околоносовых пазухах. Потому что механизм развития аллергического ринита и бронхиальной астмы абсолютно одинаков. Единственное, что в лёгких имеется гладкая мускулатура, которая проявляет симптомы в виде спазма, в носу гладкой мускулатуры нет. Поэтому аллергический ринит – это мультиморбидное заболевание. Он связан и с конъюнктивитом, и с дерматитом, и с бронхиальной астмой, прежде всего, и с пищевой аллергией. При этом физиологическая реакция со стороны верхних и нижних дыхательных путей при аллергическом рините дает нам очень схожую картину, очень похожую картину. И лекотреена – это важная мишень при лечении аллергических заболеваний. Поэтому общий подход к лечению аллергического воспаления у больных аллергическим ринитом и бронхиальной астмой абсолютно идентичен. Но возникает вопрос, какой путь введения лекарственного средства более выгоден при аллергическом рините – таблетки, как большинство антигистаминных препаратов, или спреи, как интерназальные топические глюкокортикостероиды. Но при спреях мы заметили, что аллергологи не всегда учитывают роль деформации перегородки носа. И это ведет к проблемам аспекта фармакотерапии пациентов именно с этой искривленной носовой перегородкой. А вот фиксированная таблетированная комбинация менталитера кому может принести пользу? Прежде всего, у больных, у которых имеется комбинация ринита и астмы, у больных, у которых имеется комбинация ринита и другими аллергическими состояниями, у пациентов с выраженной зонофилией и у пациентов с деформацией перегородкой носа. Поэтому вот эта новая комбинация антигистаминного препарата и антилекатриенового препарата дает нам очень хорошее преимущество для того, чтобы взять под контроль легкую степень тяжести аллергического ринита, чтобы не оказаться беспомощным перед тяжелой степенью, которой еще сопутствует бронхиальная астма. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Валентинович. Наверное, после Вашего сегодняшнего доклада наши доктора получили новый препарат, вернее, им стало известно возможности этого препарата и принесет им положительных эмоций и качественно улучшит жизнь наших пациентов. Наверное, каждый на своей практике попробует применить этот препарат и принесет им, наверное, хороший результат. Вопросы? Доктора, это новый препарат, давайте активнее. Нет желающих? Ну, препарат новый, составляющий старый, многие хорошо знакомы с антеликатриеновыми препаратами, поэтому, в принципе, все понятно, гораздо выгоднее все в одном флаконе, чтобы не тратиться на два различных препарата. Спасибо, Сергей Валентинович. Спасибо. Продолжим нашу работу. Следующее сообщение тоже будет в виде видеопрезентации. Шанкина Полина Александровна, тоже доклад из Санкт-Петербурга. Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, разрешите представить Ваше внимание доклад на тему лазерной хирургии пазомоторного ренита, экспериментальные исследования. Пазомоторный ренит на сегодняшний день остается высокораспространенным заболеванием как в России, так и за рубежом. Причем в последние годы количество больных с данной патологией имеет тенденцию к увеличению. Из-за отсутствия единой классификации и общепринятого определения, результаты эпидемиологических исследований вазомоторного ренита в мире широко варьируют, составляя от 7 до 40% среди взрослого населения. Нарушение носового дыхания у пациентов с ренитом ведет к ухудшению качества жизни, влияет на сон и снижение производительности, что определяет вазомоторный ренит как важную медико-социальную проблему, так как в первую очередь страдают этим заболеванием люди трудоспособного возраста. Начальным этапом в лечении вазомоторного ренита является назначение консервативной терапии, и при ее неэффективности выполняется хирургическое вмешательство на нижних носовых раковинах. Критериями эффективности оперативных методик является коррекция формы, объема нижних носовых раковин, сохранением их функциональности. Одной из важных концепций эффективности хирургических методик является сохранение функции мукоцеллярного клиренса. С целью повышения эффективности оперативного лечения вазомоторного ренита были предложены варианты с использованием высокотехнологичных методов. Радиоволновая хирургия, холодно-плазменная хирургия, аргон-плазменная хирургия, лазерная деструкция. На сегодняшний день применение лазерной хирургии считается одной из оптимальных и наиболее часто применяемых методик лечения вазомоторного ренита. В результате исследования высокоэнергетических лазеров на экспериментальных биологических моделях и использовании в клинической практике были выявлены преимущества лазерного излучения в сравнении с традиционной холодной хирургией, которую условно можно подразделить на две группы – интероперационные и послеоперационные. К первым относят хороший гемостатический эффект, что обеспечивает сухое операционное поле, возможность точного и селективного рассечения тканей, оценка глубины и площади воздействия, асептичность и областичность, сокращение длительности вмешательства, возможность амбулаторного выполнения манипуляций. Во вторую группу выделяют быстрое наступление ожидаемого клинического эффекта, снижение частоты ранних и отдаленных осложнений и ускорение периода регенерации. На сегодняшний день в лечении ринита используют следующие лазерные системы – CO2-лазер, медимьяк-лазер, аргоновый лазер, гальмиевый, QTP-лазер, диодный или полуфлотный полуфлотный лазер. На сегодняшний день накоплен большой опыт в применении лазера при лечении газомоторного ринита. На данном слайде вы видите процент отдаленных результатов после лазерной вастомии при использовании различных лазерных систем. Следует сказать, что эффективность результатов во многом зависит от вида воздействия, от технических характеристик и в целом от биологических эффектов лазера, который определяется определенной длиной волной. Несмотря на большое количество исследований, посвященных данному вопросу, в литературе по-прежнему встречаются описания осложнений и рецидивов после данных операций, что зачастую может быть связано с отсутствием экспериментального изучения лазерного воздействия на биологических объектах с целью выбора оптимальных параметров, что помогает обеспечивать безопасность и прогнозирует результаты при интероперационном воздействии. И поэтому целью нашего исследования стал подбор и обоснование оптимального режима интерстициального воздействия диодного лазера длиной волны 980 нанометров для хирургического лечения газомоторного ринита на основании экспериментального исследования биологического материала. В качестве биологического материала мы использовали препараты печени крупного рогатого скота как биологическую модель с хорошо развитой сосудистой структурой. В качестве источника лазерного излучения применялся диодный лазер Диалан в длиной волны 980 нанометров. Диапазон мощности составил от 1 до 5 Вт, так как по данным литературы мощность 5 Вт для диодного лазера была минимальной, при котором отсутствовали осложнения, связанные с избыточной коагуляцией нижних носовых раковин. Кроме того, принцип лазерной интерстициальной термотерапии базируется на применении именно низкой мощности лазерного излучения, способствует более равномерному распределению лазерной энергии в тканях и, соответственно, реализации биологических эффектов лазера. Работая с биологической моделью, мы оценивали параметры именно интерстициального воздействия, так как именно этот подход интероперационно обеспечивает сохранение мерцательного бетелия слизистой оболочки носа и, соответственно, поддержание функциональности мукоцеллярного клиренса. Время экспозиции в непрерывном режиме составило 10, 20, 30 и 45 секунд. Оценивали результаты как макро- так и микроскопической картины и путем гистологического исследования измеряли зону деструкции и зону коагуляционного некроза. Всего было исследование 5 режимов от 1 до 5 Вт в 4 позициях, точнее, экспозициях трехкратно. Общее количество опытов составило 60, общее количество исследованных микропрепаратов 124. Исследование проводилось с помощью биологического микроскопа Биолам со стандартным увеличением 100 крат. Окрашивание гистологических препаратов производилось по гемотоксиленеозину трихорумам помассону и для измерения заданных параметров использовалась система для морфометрии «Видеотест». Целью нашего исследования было подобрать оптимальные параметры лазера, при которых зона деструкции, то есть вапоризации наименьшая, а зона коагуляционного некроза, то есть необратимых изменений, распространяется на кавернозность плетения нижних носовых раков. На данном слайде представлены именно макро-препараты с наиболее характерными изменениями в зависимости от использованных параметров лазера. Например, синей стрелочкой обозначена зона деструкции, а оранжевая – зона коагуляционного некроза. И в случае применения мощности 1 Вт обе зоны чрезвычайно малы и плохо визуализируются глазом, а на мощности 5 Вт наоборот четко определяется темная зона деструкции ткани с окамляющей ее зоной некроза в виде белесой полосочки. На данных слайдах, уже на микро-препаратах, также синей стрелкой обозначена зона деструкции, а оранжевая – зона коагуляционного некроза. И соответственно, в зависимости от мощности и от длительности экспозиции лазера данные зоны значительно отличались по размерам. На основании морфометрических исследований гистологических препаратов были получены следующие результаты. На всех препаратах при применении мощности лазера ниже 4 Вт определялась малая зона коагуляции, а также малая зона деструкции. А при использовании мощности в 5 Вт – обширная зона деструкции. Зона карбонизации при интерфициальном воздействии получена не была. И наиболее оптимальные результаты по соотношению размеров зон деструкции и коагуляционного некроза были получены на мощности в 4 Вт. При этом длительность экспозиции 10-20 секунд была более комфортной, чем длительность применения 30 Вт и 45 секунд при экстраполяции результатов на интерферационные условия применения лазера. Таким образом, экспериментальное исследование инвитера позволило установить оптимальные параметры воздействия диодного лазера длиной волны 980 нм для интерфициального воздействия, что составили мощность 4 Вт в постоянном режиме с экспозицией лазера 10-20 секунд. Следующим этапом у нас планируется получение разрешения Этического комитета для клинического применения диодного лазера длиной волны 980 нм в указанных режимах для хирургического лечения пациентов, страдающих азомоторным магнитом. Благодарю Вас за внимание. Если бы докладчик был с нами, наверное, возникло множество вопросов. В первую очередь, почему поставлен равенство между тканью печени и носовыми раками? Единственное, что я там вижу, это кровонаполнение. Ну, молодцы, что затеяли вот такое исследование. Новый класс лазеров, возможно, в последующем будет разрешен применение внутриносовой хирургии, особенно хирургии носовых раковин. Следующее заключительное сообщение идет от школы Владимира Тимофеевича Пальчуна, Москва, докладчик Суриков Егор Владимирович. Пост-травматической деформации зоны носового клапана. На заключение у нас два таких хирургических доклада. Остальные были теоретические. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, председатель, уважаемый. Как известно, деформация каудального и дарсального отдела периодки носа обязательно вызывает сужение носового клапана. В каудальном отделе носового клапана служит цептальный хрящ, а деформация в дарсальном отделе на носовый клапан влияет опостребленно через диспозицию треугольного хряща. Начальный отдел дыхательного пути носа – это самая узкая зона. Традиционно мы делим полость носа на преддверие полости носа и собственно полость носа, но истинной границей является грушевидное отверстие. Вспереди от него находятся все самые узкие зоны носа. Это крыло носа, вестибулярный отдел, внутренний носовой клапан и само грушевидное отверстие. Известной характеристикой распространенной внутреннего носового клапана является угол носового клапана, образованный каудальным краем треугольного хряща и переговоркой носа. При осмотре макроскопически этой зоны хорошо видно, что зона внутреннего носового клапана неоднородна. В ней имеется два совершенно четко выраженных сегмента. Один щелевидный, образованный каудальный краем треугольных хряща, а другой овальный, мягкотканный, образованный, мембранный, грушевидный. Итак, здесь выделяют два сегмента, хрящевой и мембранный. Эти два сегмента разделены между собой, отделяется скролл-поинт, это так называемая штронирная точка. При классической ориноскопии с использованием носового зеркала, к сожалению, эти два сегмента выявить невозможно, потому что носовая бранша, бранша носового зеркала отдавливает наружу латеральную стенку и эта стенка выравнивается, не дифференцируется эти два сегмента. Для того, чтобы расширить носовой клапан в области мембранозного сегмента, мы оттягиваем щеку кнаружи, тем самым мы оттягиваем кнаружи эту грушевидную связку. Для того, чтобы увеличить угол внутреннего носового клапана, необходимо зонтом воздействовать на шарнирную точку треугольного хряща. На этом рисунке изображено то, что воздушный поток в полости носа движется по дуге и в предгрушевидном сегменте он движется даже снизу вверх. Здесь видно, что есть зона, где воздушному потоку не оказывается сопротивления, это спереди от переднего конца нижней носовой раковины. Это расстояние, переднее и заднее расстояние, тем больше, чем лучше проекция перегородки носа, чем дальше вперед вынесен треугольный хрящ. Вид на эту же зону изнутри, сквозь перегородку носа, целеоном обозначено направление воздушного потока, и эти два, видно хорошо эти два сегмента. Хрящевой сегмент, образованный колодальным краем треугольных хряща, и мембранозный, образованный грушевидной связкой. Треугольный хрящ, шарнирная точка, грушевидный край костный край грушевидного отверстия и зона грушевидной связки. Для того, чтобы оценить площадь поперечного сечения в области мембранозного сегмента носового клапана, необходимо выполнить эндоскопию угловым эндоскопом и двигаться, направить средство эндоскопа вверх и двигаться так, как идет воздушная струя, снизу вверх. В этом месте мы сможем оценить площадь поперечного сечения мембранозного сегмента носового клапана, достигнув рюшидного отверстия, эндоскоп необходимо перевернуть и дальше следовать вдоль средненосового хода. Вид на треугольный кряч снаружи, в нем выделяют каудальный край и латеральный край, которым и крепится грушевидная связка. Обратите внимание, что треугольный кряч только своим каудальным краем образует угол 15 градусов. Сразу за этой линией треугольный кряч отходит от сцептального, резко увеличивается угол, что способствует тому, чтобы возникали турбулентные потоки воздуха, чтобы вода реветра доставлялись в обонятельную щель. У данного больного имеется S-образная деформация дорсального отдела перегородки носа и содружественная диспозиция треугольных хрящей. Каудальный отдел сцептального хряща полностью перекрывает носовой клапан с левой стороны, а с правой стороны треугольный кряч притянут к перегородке носа, к чему безуспешно сопротивляется грушевидная сверстка. Для того, чтобы выровнять перегородку носа, потребовалось отсоединить треугольные хрящи от дорсального отдела перегородки носа, выполнить экстракорпоральную сцептопластику. Также был выявлен поперечный перелом треугольного хряща, поперечный по отношению к его длиннику. Эльграфт был после экстракорпоральной сцептопластикой реимплантирован, рефиксирован, слизистая оболочка от треугольного хряща была отсоединена изнутри, со стороны полости носа. И вот для того, чтобы установить реимплантированный эльграфт по средней линии, нужно выполнить следующее условие. Нужно сделать так, чтобы длина грушевидной связки, вот это расстояние, было равное противоположному. До сих пор нос был смещен в левую сторону, здесь было длиннее, здесь было короче. Вот, уравнять эти два расстояния. Называется это расстояние сцептогрушевидное, от точки А до точки Б. Для того, чтобы это сделать, необходимо отсепаровать полностью мукоперихондрий от внутренней поверхности треугольного хряща. Ведь грушевидная связка переходит в этот мукоперихондрий. После того, как он полностью отсепарован, можно выстоять по средней линии, ассистент удерживает по средней линии эльграфт, подшивается эта связка к эльграфту. Для того, чтобы расширить носовый клапан в области, для того, чтобы увеличить угол носового клапана, отдалить каудальную точку от пигаутки носа, устанавливается спред-графт и спред-флэп. Для того, чтобы увеличить площадь повеличенного сечения в области мембранозного отдела носового клапана, необходимо оттянуть кнаружи, скролл-поинт, шарнирную точку, оттянуть кнаружи латеральный край треугольного хряща. Для этого накладывается матрасный шов, и накладывается он именно так, чтобы как можно ближе быть к латеральному краю треугольного хряща. План Б для таких пациентов, если не удается расширить клапан, это баттерфляйграфт из хряща и зушной рапины. У дальнего больного удалось не только выровнять периодку носа с помощью стокопальной светопластики, но и расширить оба компонента носового клапана, и хрящевой, и мембранозный. Спасибо за внимание. Ринопластика исправит, удалит горбинку за падение, ликвидирует девиацию в сторону, ликвидирует относительно легче. Самый сложный раздел пластической хирургии, работа на концовом отделе носа, в том числе и носовом папане. У вас это хорошо получается, дальнейших успехов вас. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Программа наша исчерпана, несмотря на то, что эпидемия коронавируса достойно выдержали наш марафон. Зал полный, с интересованием послушали, доклады были разного характера, разного рода, но все они полезны. Вам всем желаю здоровья, удачи, берегите себя. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.